Вот это еще я, это еще тоже библиографа. Это вы? Да, здесь мне, наверное, 30 с чем-то лет. На фотографиях библиотекарей разных лет. Сколько их прошло через книжную атмосферу, за вековую историю учреждения. Вот и Раиса Михайловна всю свою жизнь посвятила любимому делу. Для меня, конечно, любимое место работы, потому что вот в этом году, даже в конце года, у меня даже, так сказать, юбилейный, тоже можно сказать, год исполняется, 40 лет. С того момента, как я пришла работать именно в данной библиотеке. И пройдя все ступеньки, так сказать, профессионального роста, я всю свою профессиональную деятельность отдала работе именно в стенах данной библиотеки. Конечно, на любимый, можно сказать, даже как второй родной дом. Библиотека – это не просто учреждение, говорит руководитель. Здесь все пропитано историей, духовностью, неповторимой книжной атмосферой. Библиотека всегда притягивала и притягивает к себе людей, становясь центром общения. Прежде всего, это большой объем информации, это раз. Потом большое общение с различными категориями людей, начиная и с детского возраста, и с подростками. И, конечно, наибольшее удовольствие доставляет общаться с людьми, которые уже какой-то прожили свой жизненный опыт. Все они люди очень разные, с разными людьми приходится находить какой-то язык. И в этом, так сказать, тоже какое-то удовольствие, чтобы с каждым человеком именно найти ту струю общения, чтобы ему было интересно и нам было интересно с ним общаться. Современные условия требуют от библиотечного работника высокого профессионализма, общей культуры и культуры общения. Специалисты постоянно совершенствуются, повышают квалификацию. Сегодня Маршанская центральная городская библиотека – это досуговый центр, где функционируют два клуба – Сударушкой и Истоки. Центр правовой информации – Просветительский центр. Большую помощь в обновлении книжного фонда оказывают читатели. Финансирование на книжный фонд – очень, конечно, проблемная такая ситуация. Вот, то жители, которые увлекаются чтением, они покупают новые книги, прочитывают их и очень много привозят нам. Вот в год мы у нас примерно по 6 тысяч экземпляров, и из них, ну, примерно где-то по 4-5 тысяч нам дарят жители. Город Маршанская, за что мы им очень благодарны. Смогут ли в век высоких технологий компьютеры вытеснить книги? Не задумываясь, на этот вопрос Райса Михайловна отвечает так. Нет, особенно для такого среднего возраста, это, конечно, все идут к нам на абонемент читать. Вот, конечно, посетителей читальных залов компьютеры, можно сказать, вытесняют, потому что нет такого сейчас наплыва в читальный зал, а какие были в свое время, когда не было компьютеров. И тем более мы стараемся книгами пополняться вот такими справочными изданиями, не просто вот, где собраны статьи отовсюду, непроверенные, а стараемся закупать справочную литературу, которая отвечает вот правильности, достоверности опубликованной в ней информации. В Маршанской центральной городской библиотеке 100 лет. Смотря на фотографии 2018 года, руководитель с легкой грустью говорит, может и о нас вспомнят те, кто летопись будет продолжать. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей.